Здравствуйте, дорогие друзья! Рада вас приветствовать на нашем виноградном канале. Зовут меня Светлана и сегодня мы с вами разговариваем об особенностях брожения сидра. Про вино мы недавно разговаривали. Сегодня поговорим про сидры, потому что есть свои нюансы. Первое. Сидры не сбраживают на мезге, сидры не сбраживают на мякоти. Все, что мы делаем после измельчения, это так называемую холодную мацерацу. Она может длиться от нескольких часов. Ну, где-то я встречала вплоть до нескольких дней. На самом деле, часов 12 более чем достаточно. Для чего это нужно? В это время начинают работать клеточные ферменты. Лучше отделяется сок. Ну, конечно, определенная ароматика, она тоже набирается в сок. Но, еще раз повторюсь, нигде в технологии нету, чтобы сбраживали на мезге. Это только у народных рецептов. Чем это может быть связано? Я однажды уже говорила, хотя точных подтверждений я не нашла. Но, первое, в яблоке много пектина. А пектин при брожении превращается в метанол. Ну, чтобы никто не пугался. Каких-то зашкаливающих ядовитых количеств не будет. Но, тем не менее, такой процесс есть. Это раз. Во-вторых, я думаю, что, ну, опять же, это мое предположение, что определенная ароматика, она тоже меняется. Поэтому на мезге мы не бродим. Дальше. Сбраживание яблочного сока на сидр происходит при низких температурах. Примерно градусов 15. Можно даже ниже. И при таких температурах, на самом деле, все замечательнейше бродит. Очень активно. И сейчас мы, кстати, пойдем с вами это посмотрим. Итак, вот наш подвал. Температура где-то 11-12 градусов. И вот наши сидрики. Смотрите, при такой температуре они достаточно неплохо булькают. Вот, вот специально держу на одном, пошла булька в затворе, чтобы было видно. Причем поставлено, это было на брожение, вот эта бутылка 21 сентября. Сегодня у нас 11 октября вот та. Тоже достаточно активно булькает. Она была поставлена 18 сентября. И тоже так неплохо, на самом деле, булькает. И вот еще одна. Она была поставлена 12 сентября, то есть месяц назад. И еще и булькает достаточно активно. И специально покажу, смотрите, вот там пена. Кстати, вот еще здесь у меня на бутылях тоже градусник. Очень удобно по нему ориентироваться. Он порядка 10 градусов показывает. Вот, так будет лучше видно. А видим активная пена. И все бродит. Время брожения. Сидор может бродить долго. И должен он бродить долго. Это нормально. Наша цель не быстрее, а качественнее. То есть вот при таких температурах у нас бродит и месяц, и более. Ну и сейчас это еще идет стадия бурного брожения, когда бульки сильно выделяются. Есть пена на поверхности. Я вам показала вот в этой бутыле. Вот в той бутыле. То есть везде есть на поверхности пена. Однако через некоторое время, я не могу сказать через какое, бурное брожение у нас закончится. И будет стадия медленного брожения. После бурного брожения затвор у нас практически выровняется. И наша задача будет снять все с осадка и залить максимально под горлышко. И точно так же оставить в прохладном помещении. В случае, если мы хотим выдержать сидор до весны и разлить весной. Это одна из технологий. Вторая из технологий, когда мы ловим остаточное сахаро, у нас должна быть... Ну, здесь мы только ареометром пользуемся. У нас должна быть плотность 1,006-1,008. И на этой стадии мы все разливаем в бутылки. Еще мутная. Кстати, вот покажу вам. Вот она, такая бутылка у нас разлита. И видите, как идет осветление. Вот был мутненький напиток. Вот он постепенно осветляется. Уже сверху мы имеем все прозрачное. Вот розлив этой бутылки был 10 дней назад. Что очень важно при работе с сидрами. Помнить, что сидр напиток слабоалкогольный. Соответственно, вариантов порчи его может быть. Это раз. Второе. Любой напиток защищает кислота. Если мы использовали кисленькие яблочки, если мы делали все правильно и не добавляли воды, значит, у нас должно быть все более-менее нормально. Но если мы воды добавили, если мы использовали яблоки с низкой кислотой, в идеале, конечно, работать с PH-метром. Но в этом сезоне мой PH-метр сломался, поэтому я работаю без него на глаз. И просто вам рассказываю, с какими опасностями мы можем столкнуться. Значит, пока идет такое активное брожение, у нас все нормально. У нас есть прослойка углекислого газа. Дрожжи активно работают и никому больше жить не дают. Но когда брожение заканчивается, углекислый газ перестает выделяться. Напомню, спирта мало. Если еще низкая кислотность, то там может размножаться кто-то другой. Например, вот такие вот пленчатые дрожжи. Несмотря даже на то, что вот оно стоит в прохладе, вот я специально сняла с осадка, потом еще отставила этот осадок, и вот там завелись пленчатые дрожжи, так называемый флёр. Это не уксус, не путать. Уксус появляется в тепле, в холоде. Уксус не особо появляется. И вот открыв эту банку, там абсолютно нормальный яблочный запах. Все там хорошо, но вот эта пленка есть, и, конечно, со временем она все испортит. Именно поэтому очень важно быть внимательным, вот как только закончится этап бурного брожения. А его остановки будут свидетельствовать практически выровненные затворы и отсутствие пены на поверхности сусла. Все, перебрались в тепло, а то в подвале очень некомфортно снимать. Так вот, я вам показала, что яблочное сусло, сидровое сусло, оно может быть подвержено заболеванию вот этим пленкам. И если мы будем пытаться сбраживаться, кстати, в теплых температурах, то вот этих болезней, они могут проявляться еще больше. Поэтому по возможности, хотя на самом деле вот в плане яблок, сбраживать их в прохладных температурах возможностей очень много. Потому что сейчас осень, на улице уже прохладно, любые неотапливаемые веранды, даже не обязательно подвал, даже в квартире балкон, особенно если он застекленный, и там более-менее как-то можно регулировать температуру, вообще классно. И если, допустим, у вас даже ниже температура, не 15, не 12, а 8, если при этом бродит сусло, вообще все замечательно, не надо ему мешать, пытаться его подогревать. Вообще, касательно температур брожения, даже если мы немножко посмотрим на виноградные вина, для белых вин тоже оптимально низкие температуры, и их сбраживать примерно градусов при 15. И тоже в литературе я встречала упоминание, что было бы классно сбраживать и при более низких температурах, но на производстве поддерживать низкие температуры, это очень затратно. Поэтому сбраживают, скажем так, при тех, при которых эти затраты не такие большие. Но сейчас у нас возможности поддерживать прохладные температуры в самое время, просто идеально все это можно делать. Потому что, во-первых, это ароматика правильная, кто бы что ни говорил, но если это пишут в научных статьях, то, наверное, не просто так, не надо думать, что все вокруг дураки. Первое. Второе. Что болезни развиваются меньше. Хотя вам показало, что пленка, флюор, она может развиваться и при холодных температурах. Но я думаю, что если поставить в тепло, то она бы уже вообще все спортила. А пока она еще ничего не спортила, но эта баночка так вот стояла, собственно говоря, ждала время съемки. Просто вам показать. И смотрите, если после бурного брожения у вас не будет возможности проконтролировать как-то, ну мало ли, вдруг эта пленка пойдет, вдруг что-то случится, вот чтоб не испортилось, тогда лучше разливать в бутылки и газировать сидр раньше, нежели ждать до весны. Да, хорошо было бы подождать до весны и все сделать. Ну там вообще по классике, по классике и посмотреть результат. Но нам все-таки очень важно, чтобы наши труды, они не испортились. Хотя тоже, если появилась такая пленка, я открывала баночку, да, и говорила вам, что уксусного запаха нет, каких-то плохих запахов нет. Все обычно, только пленка вот эта мешает. Значит, мы ее аккуратненько снимаем и такое сусло надо пастеризовать. В закрытых емкостях температура где-то градусов 70, минут 15 надо нагреть, чтобы это все убить. Пока у нас не пошло искажение вкуса, искажение запаха, ну все это можно исправить. Ну конечно, желательно не допускать. Хотя, как бы мы ни старались, как бы мы ни соблюдали все гигиенические нормы, ну где-то там может быть полностью стерильность обеспечить, к сожалению, невозможно. Все равно куча микроорганизмов живут вокруг нас. Конечно, правильно было бы использовать, как я говорила, в том числе и кислые яблоки, измерять pH. Я вам сейчас даже честно не скажу точные цифры, в каких нужно работать, потому что надо поднимать записи, смотреть, pH метра у меня нет. Поэтому работаем на глаз. Но, тоже я уже это говорила, когда мы снимали там в подвале, не надо разводить сусло водой, потому что вот разведение сусло водой это прямой путь к болезням. Мы уменьшаем концентрацию вот этих защитных веществ и, соответственно, облегчаем жизнь вот этим не очень хорошим микроорганизмом. Еще раз коснемся сроков брожения. Я показывала вам примеры. На самом деле, в литературе встречается, ну понятно, что там при использовании специальных раздражей, при создании оптимальных условий, бурное брожение длится порядка 30 дней. В реальных условиях оно длится больше, в принципе, я вам показывала тоже как пример сусло, которое уже 30 дней бродит и еще бродит вполне весело и, наверное, будет бродить еще-еще. То есть вообще длительность брожения вот часто. Спрашивают, так назовите конкретные цифры, что вы все абстрактно. все виноделие, сидроделие, да, это уравнение со множеством неизвестных и факторов, влияющих на те процессы, которые протекают, множество. Содержание питательных веществ, азотистых веществ, содержание сахара, содержание кислот, содержание там еще других всяких микроэлементов, температура, это все будет влиять. Дрожжи, которые там работают, все-все это будет влиять. Но готовьтесь примерно к тому, что месяца полтора бурное брожение будет точно идти. Хотя разливать бутылки на той плотности, о которой я вам говорила, вот в моих условиях я так примерно посмотрела, что где-то недели три. Оно бродит и уже можно вот, примерно будет вот эта плотность. Если держим дальше, уже плотность уменьшается, уже там для хорошей газации будет требоваться добавление сахаров. Тем не менее, даже на маленьких сахарах яблочное сусло бродит еще достаточно интенсивно. Да, после спиртового брожения у яблочных сусел идет еще и яблочно-молочное. Яблоко содержит яблочную кислоту и молочные кислые бактерии, они эту яблочную кислоту более резкую перерабатывают в более мягкую молочную. И касательно вот тех, кто думает, что ай-яй-яй, мне там кислота сожжет желудок. Если мы поддержим наше сусло в правильное время, не будем ему мешать, то пройдет яблочное молочное брожение и кислота эта смягчится. Кстати, вот по яблочному молочному брожению для яблочных сусел данных тоже очень много. Часто говорят, что оно протекает вместе со спиртовым. Тем не менее, как бы считается нормальным, что вот эти яблочные сусла, они бродят до весны, вообще до мая, до того момента, когда цветут яблони. Поэтому вот вам сроки. Но он делится на бурную стадию. Бурная отошла. Обязательно снимаем с осадка, обязательно заливаем под горлышко, ставим под затвор. И на всякий случай наблюдаем, чтобы не появилось пленок. Потому что, когда процессы бурные, у нас усло защищено, когда интенсивность этих процессов снижается, могут пойти какие-то неблагоприятные вещи. Пример я вам показала. Поэтому наблюдайте. Если вдруг что-то пошло не так, можно быстро принять меры, это устранить и напиток спасти. Так что просто имейте это в виду. Ну а если боитесь, если нет возможности контролировать, значит, отбродила, разливая в бутылки, можно перед этим оклеить. Можно не оклеивать, потом все осветлится в бутылке. И если будет желание, то можно, как у классического шампанского, в процессе перемещать бутылки постепенно горлышком вниз. Потом в холодной водичке пробочку открыть, осадок выскочит, и у нас будет чистый напиток. То есть с этим тоже при желании можно работать, ничего страшного нет. Но в бутылках, сколько будет еще проходить брожение, уже будут работать, содержание углекислогаза, давление, все это будет лучше. Сохранять напиток. То есть если боитесь, тогда заливайте в бутылки раньше. Ну, я, конечно, обязательно поэкспериментирую и часть оставлю до весны. Все-таки надеюсь, что у меня все будет хорошо. Посмотреть, как напиток будет развиваться, как он будет себя вести. Ну, конечно, несмотря на то, что я сказала, что все-таки яблочные суслания могут быть подвержены заболеваниям, не бойтесь экспериментировать, не бойтесь пробовать. Я уверена, что все у вас получится. Ну, а на этом я с вами прощаюсь. Большое вам спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии. Под видео, нажав кнопку еще, ссылка на каталог наших сортов винограда и мои контакты. До новых встреч! До новых встреч! До новых встреч! До новых встреч!